Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». И сегодня с нашим гостем будем говорить о работе областного управления МЧС. Присоединяйтесь! Андрей Иосифович Григорович, заместитель начальника Гомельского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь по идеологической работе и кадровому обеспечению, подполковник внутренней службы. В 2007 году окончил Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь. Затем два года работал инспектором пожарного надзора Хойникского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. В 2009 году возглавил районную инспекцию. Занимал должность первого заместителя начальника, начальника инспекции надзора и профилактики Хойникского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. В 2017 году назначил начальником Брагинского РУЧС. Нынешней должности с 2019 года. На вопросы, которые касаются деятельности Гомельского областного управления МЧС, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Андрей Иосифович. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я хочу поздравить вас с прошедшим профессиональным праздником, днем пожарной службы и, конечно же, весь коллектив Гомельского областного управления. Спасибо большое. К этому дню в регионе всегда огнеборцы проводят интересные и полезные для населения мероприятия. Расскажите, что в этом году удалось осуществить? Ну, конечно, традиционно к нашему профессиональному празднику, к 25 июля, в преддверии мы сегодня в торжественной обстановке открыли первый имиджевый объект, первую парикмахерскую 101, которая расположена по улице Коммунара в городе Гомеле. Сегодня наши граждане могут не только сделать себе красивую прическу, но и повысить свои знания, основы безопасной жизнедеятельности. Также в преддверии профессионального праздника мы посетили роддом, где поздравили молодых мам с рождением детей, ну и, конечно, подготовили тематические подарки. Эта акция у нас называлась «Безопасный карапуз», для того, чтобы еще раз напомнить молодым мамам, как сегодня правильно, безопасно воспитывать малолетних детей. Впервые на территории республики в этом году прошел онлайн-концерт, где принимали участие юные спасатели, принимали участие действующие работники. Этот онлайн-концерт транслировался на всех интернет-ресурсах и площадках МЧС. Наши телезрители могли ознакомиться не только с творчеством спасателей, но и, конечно, посмотреть на прекрасные уголки, которые есть в каждой области в нашей стране. Спасатели в Беларуси известны как люди творческие и очень креативные. И ни один флешмоб, ни один челлендж уже прошел по их инициативе. А в этом году испытывали друг друга на силу. Нужно было силами одного человека протащить пожарную машину. И у нас такие смельчаки и силачи тоже есть. Конечно. В преддверии нашего профессионального праздника Дмитрий Тружков, который работает в Добружском РЧС, наверное, попытался и успешно потянул сегодня коленчатый подъемник, который сегодня есть в Гомельской области, коленчатый подъемник 75-петровый. И, конечно, принял вызов спасателей Витебщины и передал этот челлендж дальше в другие области нашей республики. Поэтому, конечно, это для нас значимое событие. Это популяризация спорта, без которого сегодня пожарная служба, служба спасения, наверное, не может сегодня развиваться. А все справились? Регионы? Конечно, справились регионы. Даже принимали и девушки наши участие в Гродненской области. Все, конечно, готовились, все справились. И это очень, конечно, радует всех сегодня нас. История пожарной службы в Беларуси начиналась еще где-то в 14 веке. А в Гомеле пожарное общество было открыто, было создано в 1896 году. И тогда в его составе работали добровольцы. Вот вы знаете, как в те времена, в 19 веке, в начале 20 века действовали ваши предшественники? Если в целом говорить о развитии пожарной службы, то в этом году, 25 июля, мы отпраздновали 167-летие. Первая пожарная команда была создана в Минске в 1853 году. Тогда Минская городская дума и губернское правление рассмотрели вопрос об устройстве пожарной команды в Минске. И утвержден был ее штат. Затем пожарные команды были созданы в таких губернских городах, как Могилев, Гродно. Город Гомель тогда был уездным городом. Поэтому профессиональная пожарная команда появилась уже у нас, ну, значительно позже, так как вы сказали, в 1896 году. В 1911 году на вооружение Гомельского уезда поступил первый пожарный автомобиль, который охранял объекты Добрыжской бумажной фабрики. И уже буквально через 10 лет в городе Гомеле насчитывалось 3 пожарных команды, которые имели в своем составе 4 пожарных автомобиля. Более 80 человек в составе было и 18 лошадей. Конечно, тушение пожаров в те времена, оно значительно отличается. В основном это были добровольцы. И, конечно, все это происходило в большинстве своем какими-то подручными средствами. На сегодняшний день, конечно, мы за этот период времени далеко шагнули уже вперед. Конечно, сегодня оснащение суперсовременное. Люди, специалисты с высшим образованием, как правило, спортсмены. Расскажите подробнее, что сегодня представляет собой система. Ведь подразделения созданы даже не только в районных центрах, да? Есть еще и в крупных поселках. Конечно, сегодня в районных центрах у нас есть пожарно-воденно-спасательные части. В населенных пунктах поменьше есть пожарно-воденно-спасательные посты. Такие же части есть и в крупных городах, крупных гарнизонах. В целом, сегодня Гомельский областной гарнизон – это отлаженный механизм, который готов в любую минуту прийти на помощь людям, которые нуждаются в квалифицированной помощи. Если кратко подвести итог деятельности за первое полугодие текущего года, то хочу отметить, что деятельность всех подразделений области была признана эффективной. Нам удалось на 3,7% снизить количество пожаров в области. Нам удалось при ликвидации чрезвычайных ситуаций спасти 72 человека, эвакуировали 288. Мы сегодня продолжаем целенаправленную работу по созданию центров районных безопасности, которые мы планируем создать в Жлобине, в Речице, в Мозыре, в Петрикове. Мы работаем сегодня над созданием дошкольного центра, который будет обучать основам безопасности в Светлогорске. И, конечно, мы планируем и сейчас работаем активно над тем, чтобы открыть областной центр безопасности, который будет располагаться в городе Гомель. А что вы будете делать, если в доме случится пожар? С таким вопросом наши корреспонденты обратились к людям на улице у Гомеля. Давайте выслушаем их ответы. Вызвать МЧС, позвонить, чтобы кто-то приехал. Потом попытаться затушить, не получилось выйти. Вы звонили быстренько в пожарную службу 101. И если при возможности убегать. В первую очередь вывезти детей, людей. И если сказать, чтобы вызвали пожарных, самому, если есть возможность, то пытался бы тушить. А повестили соседей, чтобы покинули квартиры. Ожидали приезда пожарных. Вызову пожарных, чтобы спасли моих детей, мужа и меня. Какой пожар? Если, например, замыкание какое-то, надо выключить свет. Вот. А если большой пожар, чтобы загорнуть хорошо? Ну, большой пожар, да уходи, уходи, сходи, и все, убивали. Ну, есть, во-первых, пожароизвечатель, он сначала сработает. Звонить пожарную. А сами бы тушили? Смотря как и что. Не знаю, это по ситуации. В первую очередь вызвал бы, иначе бы, если просто, говорит, штора, я бы водой заливал. А если бы электрично что-то, это уже надо тушитель иметь какой-то, сухой и все остальное. А он есть у вас? Нет. Посмотреть, какого уровня степени возгорания. Потом попытаться самостоятельно потушить, если какой-то маленький огонь. И, если на крайний случай, то вызвать МЧС. Во-первых, закрыть окна, чтобы не было ветра, чтобы не было возгорания. Потом, скорее, набрать 101 о пожаре. Ну, по возможности, чем-то тушить, если что-то еще только начинает. Но если уже вообще невозможно, то лучше уйти. Все-таки обезопасить себя. Жизнь всегда, драчь, рецид, одна. Все остальное купить можно. Вы смотрите «Диалог», и мы говорим сегодня о правилах пожарной безопасности. Андрей Осипович, как вы оцените осведомленность наших респондентов? Конечно, то, что было сказано, не совсем, наверное, в полном объеме соответствует тем действиям, которые должны сегодня выполнять наши граждане. Но, в целом, наверное, тот минимум, о котором сегодня можно вести речь, он, наверное, выполнен. Конечно, в первую очередь необходимо покинуть горящее помещение. За собой необходимо закрыть дверь и квартиры, и того помещения, где случился пожар, для того, чтобы предотвратить доступ кислорода и дальнейшее развитие пожара. После этого вызвать по телефону 101 или 112 подразделений МЧС. Ну и, конечно, повестить своих соседей, если это какой-то многоквартирный жилой дом, для того, чтобы они вовремя также могли свои квартиры покинуть. Вот. Конечно, сегодня мы не рекомендуем без наличия каких-то средств индивидуальной защиты пытаться потушить огонь самостоятельно, потому что в результате вот таких вот фактов многие граждане получают сегодня травмы. Поэтому, если вы чувствуете неуверенность наших граждан, то, конечно, не надо рисковать, лучше сохранить свою жизнь и здоровье. А такие случаи очень часты, когда люди пытались траву сначала поджечь, потом ликвидировать это возгорание на большой площади. Очень плохо эта история закончилась, да? Большой площадью ожогов потом. Конечно, да, получают ожоги, потому что сегодня, наверное, где-то паника, где-то не могут правильно оценивать свои действия наши граждане и получают вот такие тяжелые последствия. Да, кто из нас способен правильно их оценить, если ты впервые с такой угрожающейся ситуацией сталкиваешься? А когда уже нужно уходить? Вот как оценить масштаб беды? Ну, наверное, до наступления опасных факторов пожара, когда помещение уже начинает наполняться дымом, когда та горючая нагрузка, которая имеется сегодня в наших квартирах, это какие-то и шторы, и занавески, и мягкая мебель, и другие элементы интерьера, когда они начинают гореть, конечно, уже не нужно пытаться тушить огонь. Если это какой-то мелкий очаг возгорания, можно где-то использовать землю, которая есть в озонах для цветов, где-то можно взять одеяло, покрывало, накрыть, прекратить доступ кислорода и, соответственно, горение. Если это какой-то электроприбор загорелся, конечно, необходимо обесточить квартиру, либо это сделать на лестничной площадке централизованно, либо этот прибор попытаться отключить от электрической сети. Ну, конечно, если уже в этом помещении дышать невозможно, если сегодня огонь распространяется, то, конечно, надо сохранять свою жизнь и здоровье. А если путь отрезан к входной двери, можно спрятаться на балконе или не вариант? Это как один из вариантов, конечно, потому что сегодня надо, если путь отрезан, конечно, надо выходить на балкон, необходимо закрыть дверь в помещение, которое ведет именно в ту комнату, которая выходит на балкон, дверь закрыть с самого балкона, выйти, открыть окно и звать на помощь, для того, чтобы люди услышали, вызвали подразделение МЧС, и мы, конечно, успели человека эвакуировать. А ситуация становится очень быстро опасной, ввиду такого большого количества легко воспламеняемых и горючих материалов в наших квартирах, занавески, пластик, натяжные потолки, все это очень быстро горит, и очень страшные вещества выделяют при горении, поэтому буквально несколько минут проходит от начала возгорания до того момента, когда уже потом, к сожалению, находят только работники МЧС, хозяев квартиры, лучше вытирающего. Да, конечно, бывают и такие факты, и, конечно, вот эти действия, первоначальная неправильная оценка обстановки, они приводят к трагическим последствиям. Как правило, основные причины возгораний в жилом секторе, что кроется вот под этим словосочетанием «неосторожное обращение с огнем», что это? Конечно, это, если брать многоквартирные жилые дома, то, наверное, здесь основная причина – это курение в местах для сна, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. Если говорить о распространении таких фактов, как пожары на балконах, то, конечно, это соседи, которые не соблюдают элементарные правила пожарной безопасности, где-то выбрасывают горящие окурки из окон, и если это окно открыто, то этот окурок попадает на балкон, и, конечно, случается пожар. Сегодня вступили в действие новые правила пожарной безопасности для жилых зданий, и там четко прописано, что курение, именно выбрасывание горящих окурков из окон запрещено. Но сегодня запрещено курить в местах для сна и отдыха. Поэтому хотелось бы, чтобы наши граждане все-таки соблюдали эти меры безопасности и не подвергали и свою жизнь, и жизнь своих соседей именно опасности. Андрей Иосифович, у нас есть в продолжении этой темы несколько вопросов на Вайбере. Обязательно ли устанавливать АПИ, могут ли оштрафовать, если его нет? Автономный пожарный извещатель – это рекомендация или это обязанность хозяина квартиры, установка его? Сегодня установка автономного пожарного извещателя – это рекомендуемое мероприятие. Но хотелось бы, конечно, чтобы наряду с тем прогрессом, теми инновациями, которые сегодня приходят к нам в дом, в частности появляются новые электроприборы, конечно, хотелось бы, чтобы наши граждане шли в ногу со временем, и пожарный извещатель стал, наверное, чем-то обыденным и не становился каким-то ноу-хау. Поэтому, если говорить о том, необходимо ли сегодня устанавливать, конечно, необходимо. Это безопасность, это раннее обнаружение пожара, и это, значит, конечно, минимальные последствия для жизни, здоровья и для материального ущерба, который может принести пожар. Особенно, если есть дети в доме. Конечно, если есть дети, это за тебя. Куда жаловаться, если курят соседи сверху и бросают окурки с балкона? Как это прекратить? У нас есть действительно такие инструменты для воздействия на недобросовестных граждан? Конечно, это сегодня, так как я уже сказал ранее, является административным правонарушением. Если соседи выбрасывают горящие окурки из окон, то наши граждане могут обратиться сегодня на линию 101, сообщить о противоправном действии. Ну и если есть, конечно, возможность зафиксировать это как-то, может быть, на какой-то видеосъемкой, чтобы потом легче было доказать виновность того гражданина, который сегодня нарушает требования правил пожарной безопасности. Спасибо большое. Лето – это в целом такой период достаточно экстремальных погодных условий, и после небольшого перерыва на этой неделе у нас опять ожидается преодоление отметки в плюс 30. Какие рекомендации летом в жаркую погоду Вы даете населению? Первое, наверное, это ограничить время пребывания под воздействием прямых солнечных лучей. Конечно, я сегодня понимаю, что это, наверное, не всегда возможно, поэтому необходимо в первую очередь защитить голову, да, одеть шляпу, головной убор, взять зонт, если где-то какой-то идет активный отдых на природе, стараться пить побольше жидкости для того, чтобы не было обезвоживания организма. Ну и, конечно, помнить, что основная активность прямых солнечных лучей, она наблюдается в период времени с 12 до 16.00, поэтому в это время рекомендуется открытые участки тела, ну, наверное, одевать одежду, закрывать для того, чтобы не получить какие-то ожоги, да, и, соответственно, организм не перегревался. Конечно, также рекомендуется не употреблять алкоголь, потому что сама жара усиливает воздействие алкоголя, а алкоголь снижает защитные функции организма. Если жаркая погода застала человека где-то в дороге, то, конечно, надо ограничить время движения на автомобиле, вот, потому что теряется где-то бдительность, где-то внимание немножко, где-то физическая усталость, поэтому надо больше отдыхать и, конечно, всегда оценивать свои физические возможности. Отдыхать мы очень любим в летний период на берегах водоемов, а еще поближе к лесу. И хорошо, если люди не оставляют после себя следов своего пребывания, особенно в виде окурков, кострища. Как оценивается ситуация по этому году? Потому что достаточно сухо в лесах, да, как я понимаю? В целом, если брать сегодняшний день, то в 11 районах области сегодня введен запрет на посещение лесов, потому что, правильно вы сказали, очень засушливая погода, отсутствие осадков, она, конечно, сказывается на пожароопасной обстановке. Вот. В целом, та ситуация, которая складывается, она контролируется. Сегодня у нас есть земный мониторинг, сегодня у нас есть авиационное патрулирование, сегодня у нас есть космический мониторинг, где мы выявляем оперативно даже небольшие очаги возгорания, поэтому сказать, что обстановка очень сложная, наверное, нельзя. Мы работаем в плановом режиме и, конечно, работаем, первую очередь, на профилактику. Да, хорошо, когда получается на предупреждение, то есть так лучше, да, пожар тот, который не случился, не произошел, который не пришлось ликвидировать. Ураганные ветра и грозы тоже уже далеко не исключение, даже в нашем, казалось бы, умеренном климате. Насколько большой опасности они собой представляют? Вот эти ураганные порывы сильного ветра, которые обычно после сильной жары приходят? Конечно, ураган и сильный ветер для, наверное, наших погодных условий – это не редкость сегодня. Бывают факты, когда обрывается линия электропередач и когда падают деревья. Где-то какие-то слабо закрепленные строительные конструкции сносят ветром, повреждаются шиферные кровли. Наверное, могу здесь назвать ряд примеров. 18 июня в Рогачевском районе было повреждено здание зерносклада. В общей сложности 850 листов шифера было в результате ураганного ветра снесено. Благо, никто не пострадал. Вот буквально в Калинковическом районе недавно было повреждено 8 сельскохозяйственных зданий. Конечно, сегодня, если мы получаем сообщение, а эта функция уже работает, у кого сегодня установлена помощь рядом, всегда люди получают сообщение о неблагоприятных погодных условиях. Конечно, хочется, чтобы в такой погоде мы оставались по возможности дома, не выпускали своих детей на улицу. Если есть автомобиль, его необходимо загнать в гараж. Если есть какая-то открытая площадка, где рядом нет каких-то одиноко стоящих деревьев, рекламных счетов высоких, линии электропередачи, этот автомобиль, конечно, желательно отогнать на эту стоянку. Ну и убрать вещи с открытых балконов для того, чтобы эти вещи не могли, скажем так, нанести кому-то какие-то увечья. То есть, когда МЧС объявляет предупреждение о неблагоприятном каком-то явлении, то специалисты рассчитывают на то, что люди останутся дома. Конечно. Закроют окна и просто переждут это опасное явление. Скажите, пожалуйста, вот пандемия COVID-19, конечно, внесла коррективы, особенно в осуществление профилактической работы, и смотровые комиссии должны были временно свою деятельность прекратить. Но, тем не менее, областное управление МЧС находило новые, инновационные какие-то формы. Расскажите, пожалуйста, что за эти полгода удалось реализовать? Конечно, наверное, те наши стандартные формы профилактики, они в начале года активно использовались. Мы посещали и трудовые коллективы, и проводили выступления на сельских сходах. Да, действительно, в этом полугодии и в первом я хочу, наверное, остановиться только на тех новых проектах, которые мы реализовали. Здесь, наверное, хочу отметить такие проекты, как «Безопасная рассада». Мы проводили в мае месяце, когда наши дачники и огородники активно собирались заниматься у себя на дачах. Мы разместили на рассаде, которая для них являлась продуктом номер один, информационный материал по основам безопасной жизнедеятельности, чтобы еще раз напомнить им основные требования безопасности. Мы организовали и провели акцию, которая называлась «Безопасный колодец». На колодцах размещалась яркая тематическая информация, которая предупреждала о недопущении курения в постели, о недопущении оставления детей без присмотра. И люди, которые пользовались колодцами, конечно, безусловно, обращали внимание на эту информацию. Что касается пожилых граждан, мы проводили акцию, направляли им, скажем так, посылку, в которой были не только продукты питания, лекарства, но и информационные материалы, чтобы еще раз пожилым гражданам напомнить вот эти основные элементарные правила пожарной безопасности. проводили акцию, которая называлась «Безопасный автомобиль» на станциях технического обслуживания. В местах, где ожидают клиенты, на ЖК-панелях мы транслировали обучающие видеоролики, чтобы еще раз напомнить нашим гражданам о том, как обезопасить свой автомобиль. Сегодня мы активно включились и работаем на такой модной площадке, как ТикТок. У нас есть также свой контент на этой площадке, и у нас на сегодняшний день более 4,5 тысяч подписчиков, и каждые сутки этот ТикТок просматривает более 10 тысяч человек. Что касается работы с школьниками, с нашими молодыми ребятами, то мы планируем провести акцию «Стражи огня». Это будет проводиться в пришкольных лагерях, и будем привлекать молодежь. Ну и, конечно, проводили онлайн-экскурсии в Центр безопасности, который создан при лицее МЧС, и экскурсию онлайна в музей пожарной службы. Ну, наверное, основное я обозначил. Да, спасибо большое. Я хотела бы продолжить тему молодежных увлечений. Может быть, помните из своей юности, как привлекательны для подростков заброшенные здания, пустые дома, как интересно их исследовать, а у современной молодежи еще и обязательно нужно сделать какую-то тематическую фотосессию вот в таком интерьере. И при этом молодые люди не задумываются о том, насколько опасно может быть даже просто находиться на этой территории. У нас на эту тему есть сюжет. Давайте посмотрим. Этот магазин практически в самом центре Гомеля сотрудники МЧС выявили около двух недель назад. Точнее, бывший магазин. Сейчас он уже не эксплуатируется. Как давно объект находится в таком состоянии, сказать тяжело. Но, судя по наличию импровизированных постелей и тары из-под спиртного, лица без определенного места жительства приходят сюда как минимум несколько дней. Кроме того, кто-то уже успел вынести практически все металлические предметы, включая крышки канализационных люков. Теперь собственника могут привлечь к административной ответственности. На первый раз штраф в размере 20 базовых величин. Наши действия будут следующие. Мы будем связываться с собственниками этого объекта, выяснять, кому он принадлежит и принимать меры по устранению условий причин, которые мы здесь обнаружили в ходе рейдового планового мероприятия. Сегодня в Гомеле насчитывается 103 пустующих здания, представляющих угрозу для безопасности людей. Пожалуй, самый известный объект – это недостроенный медицинский центр возле областной больницы. Начиная с 90-х годов прошлого века, его как минимум дважды пытались достроить. Однако реализовать эти планы не удалось. Сейчас объект официально признан непригодным для дальнейшей эксплуатации. Но он находится под постоянной охраной строительного треста номер 14. Василий Клеймович работает здесь уже почти два года. Говорит, что несмотря на запрет на незавершенки, можно встретить и наркоманов, и обычных школьников. Причем, если подростки просто перелазят через забор, то дети помладше делают под ним подкопы. В основном дети, дети, школьники лазят по этажам, бегают. Хотя селфи сделать сверху, на верхний этаж залазят и делают селфи. Девочка падала в шахту, провалилась, обскользнула, смотрела, видимо, вниз. Обступилась и в шахту с четвертого на первый этаж свалилась. Выжила, забрали ее в больницу, здесь долго лежала. После выявления опасных объектов сотрудники МЧС пытаются найти организации, которые возьмут их под охрану. За бывшим бассейном «Дельфин» сегодня смотрят работники Гомельской детско-юношеской спортивной школы. На этом объекте незавершенного строительства Парическому проспекту 135 порядок наводила администрация советского района. Несколько лет назад здание приобрела российская фирма, которая сегодня проходит процедуру банкротства. Какой будет дальнейшая судьба этого здания, пока неизвестно. Однако специалисты МЧС с целью контроля приезжают сюда постоянно. Как, впрочем, и на другие небезопасные для людей объекты. По всем регионам области постоянно проводятся мониторинги работников МЧС и заинтересованных служб по выявлению неэксплуатированных и аварийных зданий. На сегодняшний день по всей области выявлено 2184 аварийных здания. Из них 158 несут непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Потому что в этих зданиях отсутствуют предупреждающие таблички о том, что эти неэксплуатированные и аварийные здания не закрыты оконные проемы и дверные проемы. Тем самым создается угроза проникновения лиц данных зданий и тем самым могут повредить своему здоровью. Посмотрите диалог Андрей Григорович, заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС, сегодня у нас в гостях. Андрей Иосифович, как относится МЧС к решению проблемы вот таких пустующих ветких и потенциально очень небезопасных зданий? Я хочу сказать, что, конечно, это, наверное, тоже одно из приоритетных сегодня направлений. Мы сегодня активно участвуем в выявлении таких зданий. Разработан совместно с Гомельским областным исполнительным комитетом соответствующий алгоритм, который внедрен во все районы нашей области. И при выявлении пустующих ветких зданий, конечно, мы в рамках закона о профилактике правонарушений реагируем, вносим представление собственнику для того, чтобы приняты были своевременные меры по ограничению доступа туда посторонних лиц. Также информируем и местные органы власти, информируем и органы прокуратуры для того, чтобы совместными усилиями на этих объектах навести порядок. Действительно, спасатели спешат на помощь не только в случае пожара, и чрезвычайные ситуации, конечно, только возгораниями не ограничиваются. Но вызвать службу сегодня можно только по телефону, или современные технологии предусматривают и другую форму общения? Если сегодня на гаджетах наших установлено приложение «Помощь рядом», то, конечно, можно вызвать сегодня подразделение МЧС через это приложение. Есть специальная кнопка. Также можно в настройках настроить тревожную кнопку на другие вызовы, если человеку необходимо одним нажатием, например, позвонить куда-то в медицинское учреждение, либо это пожилой человек, надо позвонить своим совершеннолетним детям, то, конечно, можно настроить тревожную кнопку и на другие номера телефона. Но из приложения, конечно, можно сегодня вызывать службу спасения. Приложение пользуется популярностью? Как часто его скачивают? Приложение пользуется популярностью. Если посмотреть на скачивание, то более 100 тысяч человек его скачало. Более полторы тысячи человек оценили это приложение и поставили максимальную оценку в 5 баллов. Поэтому это сегодня значимая цифра, и мы стараемся это приложение постоянно развивать и постоянно совершенствовать, для того, чтобы оно находило новых пользователей. А какие преимущества есть у обладателей приложения «Помощь рядом»? Что они первыми узнают или какой информацией будут обладать, какими возможностями? Конечно. Если оповещение, то, так как мы уже обсуждали, это неблагоприятные погодные условия. Не только это приложение информирует об этих условиях, но и дает краткие рекомендации населению, как сегодня необходимо действовать. Есть ряд разделов, которые помогут в какой-то чрезвычайной ситуации, в которой сегодня могут люди оказаться. Есть четкий порядок действия для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье и с минимальными, скажем так, потерями выйти из той или иной ситуации. Сегодня, как, наверное, ноу-хау, в разделе «Энциклопедия» появилась помощь, советы молодым мамам. И появилась в этой вкладке «Безопасная квартира». То есть, получается, когда мы открываем это приложение, мы видим в 3D-формате настоящую квартиру. И в этой квартире отмечены, значит, все опасные места, которые сегодня, скажем так, могут представлять угрозу для ребенка. И посмотрев эти опасные места, люди могут соотнести их со своей квартирой. Ну и, конечно, сделать таких мест как можно меньше для опасности наших детей. Есть свой резон для того, чтобы всем иметь это приложение. И подросткам, и взрослым, и родителям. Конечно. Всем категориям. Порой в СМИ появляется информация, которая вызывает очень бурные обсуждения, особенно в социальных сетях. Там никто не может остаться равнодушным. Это когда работники МЧС спасают попавших в беду животных. Ну, это же просто проявление доброты, да, или платная услуга. То есть, это не обязанность службы МЧС. Поясните. Действительно, это не входит сегодня в обязанности МЧС, потому что, наверное, в то время, когда мы будем оказывать помощь животному, эта помощь может сегодня понадобиться реальному человеку, и мы можем потерять это драгоценное время и не успеть, скажем так, ликвидировать какую-то чрезвычайную ситуацию, да. Но мы понимаем и то, что сегодня у нас очень много неравнодушных граждан, и кто-то может полезть в колодец, да, для того, чтобы спасти животное, в какой-то приямок, забраться на дерево. И, наверное, для того, чтобы предупредить ситуацию и обезопасить граждан от вот этих вот, наверное, необдуманных действий, все-таки мы стараемся выезжать на эти сообщения, реагировать, ну и оказывать ту помощь, которую сегодня... То есть, лучше, если в колодец спустится все-таки специально обученный человек, который знает, что там делать, которого потом не придется спасать. Имеет снаряжение и обучен этим. Спасибо большое. Есть несколько вопросов у нас на Вайбере, которые пришли. «Какими качествами должен обладать молодой человек, чтобы стать успешным в этой области? Хочу понять, справлюсь ли я, если приму решение связать жизнь с МЧС». Ну, по-прежнему попасть на службу может ведь не только человек, имеющий профильное образование, да, который до этого закончил инженерный институт МЧС, но и, в принципе, любой молодой человек, да? Конечно, если сегодня молодой человек имеет хорошее состояние здоровья. Вот. Но я хочу сказать, что, наверное, профессия спасателя – это, наверное, не повседневная работа, это образ жизни. Поэтому к выбору этой профессии надо подходить очень осознанно и, наверное, надо чувствовать, есть все-таки какое-то призвание внутри или нет, чтобы потом не получить какое-то огорчение. Но вообще... А вот кому бы вы не рекомендовали? Вот кому бы вы сказали, нет, тебе не надо? Ну, это, наверное, определенная должна быть психологическая подготовка, да, стрессоустойчивость. Это, наверное, скажем так, быстрое принятие решений в экстремальных ситуациях. И если человек понимает, что он где-то рассеянный, что он где-то может быть в стрессовой ситуации... Надо посидеть, подумать, да? Да, не сможет оперативно среагировать, конечно, мы не сможем взять на службу такого человека. Но в целом, конечно, препятствий сегодня нет, и мы берем молодых людей, берем без даже службы в армии, потому что сегодня служба в МЧС – это хорошая альтернатива прохождения службы. И готовы рассматривать сегодня тех, кто действительно хочет помогать людям по зову сердца. Ну и, конечно, в основе всего крепкое здоровье, чтобы к этому точно никаких вопросов не было. Да, идя в такую службу опасную, очень серьезную, очень ответственную, стоит быть готовым к тому, что немало трагичного придется увидеть и перенести, и как-то самому научиться с этим жить. Ну и наверняка немало курьезов и каких-то интересных случаев тоже происходит. И забавного тоже, да? Ну, конечно, разные случаи бывают, но я вам скажу, что мы всегда стараемся сохранять хладнокровие, потому что мы сегодня где-то, может, и комическая ситуация развивается, но вы понимаете, что для кого-то, может, это комически, для кого-то это неприятная ситуация. Поэтому, конечно, мы свои эмоции не проявляем и стараемся, наоборот, человека всегда подбодрить, успокоить, ну и где-то оправдать его вот эти нелепые действия, которые приводят к тому, что мы приезжаем им на помощь. Ну, дай Бог, чтобы любые наши нелепые действия остались только, ну, каким-то поводом потом обсудить и посмеяться. Но не более того, что бы вы хотели сегодня пожелать нашим телезрителям в завершении программы? Нашим телезрителям, конечно, хотелось бы пожелать соблюдать меры личной безопасности, не оставлять детей от них без присмотра, внимательно относиться к своим пожилым родителям, оказывать им необходимую помощь. Ну, а нашим спасателям Гомельской области хотелось бы, чтобы они свои навыки и умения оттачивали только на учениях и поменьше выезжали на реальной чрезвычайной ситуации. Спасибо огромное, Андрей Иосифович, за сегодняшний диалог. Спасибо. Андрей Григорович, заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС, был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова